Всем привет, ребята! Я знаю, что видео на моем канале уже долго не выходили, поэтому я решил снять для вас новое видео. Итак, познакомьтесь с этим красавчиком. Кто не знает, это голем. И сегодня, ребята, я вам покажу, как слепить точно, почти точно такого же голема. Из пластилина. Да, может цвета не одинаковые, но принцип один и тот же. И при этом, все в домашних условиях, почти ничего сложного. Я думаю, вот такие карандаши у каждого найдутся, а такие ручки у впадавну. Ну, это лично уже от себя добавил. Таким образом, можно легко слепить у похожего голема. Для начала разберемся, кто же такой голем. Голем – это, так сказать, живая глима по еврейской мифологии. Поэтому, вот он у меня цветом глины. Ну, ребята, у меня есть еще один голем. Сейчас его покажу. Вот, вот он. Это мой красавчик каменный голем. Они одинаково размером. Так, красивые. Ну да ладно. Если кто не знает, что можно благодаря таким инструментам слепить этого красавчика. Сейчас покажу. Итак, давайте сначала посмотрим. Если вы хотите слепить точно такого же, вам потребуется достойный, ну, может, не такой пластилин, если вы прям не хотите прям такого же слепить. Но, если хотите, то желательно именно такой. Это больше похоже на глину. Но я возьму пока такой. Итак, ну что ж. Для начала мы, наверное, слепим тело. Так. Ну, именно мне так присутствовала эта идея. Просто вот лепил себе, спустя не сидел. Подумал, он не слепит мне такого голема. Ну, и вот так я его слепил. Сразу говорю. Если вы хотите получить голема как настоящего, вам не надо сильно там напахаться над какими-то там частями. Ну, ой. Ну, тут некрасиво. Тут некрасиво. Нет. Вы можете это оставить. Это больше будет как реалистичность. Потому что если он будет гладким, ну, вы представьте. Создать, например, двухметрового великана. Если еще не четырехметрового. Причем везде ровным. Поэтому можно вот такого вот сделать. Дальше мы берем для соединения ногами. Когда будем лепить ноги, нам надо будет взять побольше пластилина. Ведь он просто может развалиться. Ну, упасть. У меня такое в один раз было. Пришел спинок переделывать. Ну, вот так вот делаем. Сначала слипим, ребята, снова. И... Так. Вот. Для ноги возьму. Вот. Ну, уже получается. Сейчас, ребята, я еще ноги ему сделаю. Сразу говорю. Может получиться не в точь-в-точь. И у вас тоже может не получиться в точь-в-точь. Но примерно может получить. Там основные детали. Примерно руки. Голова. Сложнее всего будет работать именно над красивыми узорчиками. Так. Ну, вот. Можем, ребята, сначала сразу начать. Но я думаю, пока лучше не стоит. Потому что оно может просто взять и... Какой-нибудь мысли испачкаться. Так. Теперь, ребята, наверное, руку будем делать. А для руки нам нужен вот такой вот. Так. Ну-ка. Лупы. Так. Быстро лупы лепим. Лупы. 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 Вот, ребята. Вот мы ее излепили. Но нам нужен еще пальцы. Поэтому сейчас будем еще делать пальцы. Берем немного еще пластилина. Смотрим, с какой стороны он будет нам стоять. Я думаю, он будет и как раз вот так выглядеть. Потому что здесь как-то более гладкая часть. Так. Сейчас мы еще вот так вот делаем. Ну, пальцы как хотите, там уже на ваше усмотрение. Ну, их не обязательно. Ну, просто как бы для красоты. То есть и для логики. А то по логике, если вы не делаете пальцы ни на одной, ни на второй руке, это будет как-то странно выглядеть. Ведь у голема должны быть как-то пальцы хотя бы на одной руке, чтобы брать, к примеру, не знаю, камни, волны и тому, тому и все подобное. Стоит. При создании вот этой руки могут быть небольшие ошибочки. Ну, какие, во-первых. Во-первых, сделаю вот одним камнем. Ну, это не то, что прям ошибка такая грубая. Но все же. Во-вторых, лучше сделать его треугольным. Вот таким вот. Если мы возьмем еще немного, то здесь вот так вот можно будет сделать. Вот так вот делаем. Сейчас. Так вот. Запоминайте, ребят. Кто лепит в данный момент, ну, кто не лепит, кто просто смотрит, как это делать, потом будет лепить по памяти. Ну, вот так вот делаем все. Теперь соединяем. Вот так вот. И у нас получается вторая рука. Теперь самое главное. Это голова. Ну, вы видите. Размеры, конечно, одинаковые, но все же. Голову мы делаем как у колобка. Просто берем какой-нибудь... Делаем шарик из пластилина. Ну, вот такой вот хотя бы. Упс. Теперь берем, делаем глазки. Там, где покрасивее. Вот так вот. Уж даже побольше. И вот так вот. Делаем ему, так сказать, палычку. Вот здесь, типа рта. И вот такие вот штучки. Вот такие вот. Теперь мы делаем ему бровки. Это уже по желанию. Я же говорю. Основное я вам уже показываю. Если вы хотите слепить, как у меня. Если не хотите. Ну, честно говоря, я даже не знаю как-то. Вот, ребята. Делаем вот так вот. Делаем вот так вот. О! Смотрите, какой красивый. Не фокусирует почему-то. Ну, ладно. Так. Теперь же делаем дырку. Вот здесь вот. Чтобы поместить голову. Делаем вот так вот очертание потихоньку. Вот так вот. Ну, примерно вот так. У нас получилось почти одинаковый голем. Сейчас мы, ребята, будем делать ему камушки вот эти вот, которые вы видите. Вот это вот. Сейчас сюда прикрепим. Вот. Так вот. Вот этот камушек сюда. Повернем. Повторяю, ребята, это у меня глиняный голем. Камень у меня наверху. Так. Вот сюда вот еще один камушек. Влепим. И остальные нужные места. Так. Вот этот камушек. Вот этот камушек. Вот этот. И вот этот. Четыре камушка. Вот один сюда. Другой сюда. Третий вот сюда. И... Давайте поменьше возьмем. Четвертый вот сюда. Теперь делаем шов. Красавчик какой получился. Сзади даже. Упс. Упс. О. Давайте теперь... Вот здесь вот. Так вот. И вот здесь вот. Ну, типа... Типа пальцы у него тут будут. И палец еще вот сюда. Ага. Вот так вот. 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 Кстати. Я, наверное, вам не показал. Но здесь вот должны тоже быть типа пальцев. Но... Ну, вот так вот такие вот швы. Вот и все, ребят. Голем готов. Вот, ребята, вам готовы големы. Так. Вот они. Поближе вам поднесу. Вот, ребята, големы. Которого я слепил вместе с вами. А вот, которого я слепил еще до этого. Чем-то они все же похожи. Внешним видом, да. Достаточно такие похожие големчики у меня получились. Ну-ка. Ну, один. Угу. Мне нравится. О. Сейчас у вас на прививушечку сделаю. Вот так вот. Ну, все. Пожалуй, на этом все, ребята. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока.